Чё, блядь, мама в шестнадц... Они переименовали... Они по-другому назвали свою передачу? Все. Ок. Влюблённые, беззаботные, счастливые. Тебе шестнадцать и кажется всё ещё впереди. Но! Взрослая жизнь начнётся раньше. Уникальная история девочек-подростков из разных уголков страны. У каждой своя судьба и свой выбор. Ебанутые. Стать мамой в шестнадцать. Нет, чтобы сидеть спокойно, смотреть мой стрим. Свои-то шестнадцать лет. Они, блядь, беременеют. Решение, от которого зависит не одна жизнь. А-а-а! А чё их так много? Я не знаю, это эпидемия, блядь, по всей России. Их специально, походу, вот так вот оплодотворяют, чтобы, блядь, видосы снимать, выпуски новые. Зарабатывать на этом деньги. Их реально до жёха. Ей шестнадцать? Проблема ещё в том, что они, блядь, не выглядят на шестнадцать. О, блядь. Всем привет! Меня зовут Валерия, мне 17 лет, и я из города Краснодар. А чё радостно это такая? Ничего хорошего нет. Радуется. Несмотря на свой юный возраст, я девушка самостоятельная. И характер у меня стальной. Вспорь. Это я примерно перевожу, что она сказала своим стальным характером. Оскар. Правда за нами. Ой, простите. Она в 17 лет работает продавцом в магазине? Вы на место ставите? Ну, оно упало. Теперь это вам придётся в любом случае оплатить и купить. Девушка, мне не сложно оплатить, я оплачу хорошо. Я очень характерная. Нихуя, актёры. Я сказала. Стоп, стоп, досмотри до конца. Лолский маркет – это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нём информацию. Сделка пройдёт гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Значит, я сказала, всё. Это не обсуждается никак вообще. Такой сильный сделала меня жизнь. Мне пришлось рано повзрослеть. После девятого класса я бросил... У меня друг работает на телекею. Я спросил, чья за фигня с шоу беременна в 16. Сказал, что звонили кое-откуда и сказали поменять имя в шоу. Поэтому назвали шоу «Мама в 16» и полностью убрали упоминание абортов. А, блядь, точняк, сейчас же в России пошла эта тема с абортами, блядь. Там же не хватает нового мяса. Рожайте! Быстро, я сказал. Окей, так получается, наверное, и... Ммм... Сама суть этих шоу может поменяться. Они теперь будут показывать, наоборот, с хорошей стороны. Просто если смотреть старые выпуски, там же, ну, кринжуха. На которые ты смотришь и думаешь, блядь, в пизду рожать не буду. Вот даже интересно, хорошо, поменялось ли что-то. Я просила школу и пошла работать. Что я только не делала. Выдавала заказы, отвечала на звонки в колл-центре. Заказы. Раздавала листовки. В общем, бралась за все. Я не остажусь своей работой. Где бы я ни работала, мне нравится, что я в своем возрасте могу зарабатывать самостоятельно деньги. В будущем я хочу выучиться на инженера по техническому надзору. Я мечтаю стать тем важным человеком, который приезжает на строящиеся объекты и контролирует работу строителей, качество материалов, следит за графиком, а потом еще и решает, принимать готовое здание или нет. Нормально. Сначала я хотела пойти на прораба, но знакомый посоветовали мне пойти на технодзор, так как прораба это физически достаточно тяжелая работа. Приходится и самим таскать тяжести. Ну и технодзор действительно выше намного. Пока что времени на учебу не остается, ведь мой рабочий день длится целых 17 часов. Но в будущем я обязательно что-нибудь придумаю. 17? Работаю я сейчас кассиром в продуктовом магазине. Сколько? От 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Сколько? Это немного, но мне хватает. Немного, блядь. Чтобы снимать квартиру и жить подальше от своей мамы. У меня с матерью были всегда плохие отношения, так как у нее были проблемы. За 17 часов? А 17 часов в день или в неделю или в месяц? Бля, мне 20 лет, и я до сих пор боюсь забеременеть в 16, смотря это шоу, при том, что я парень. Щел, у меня тоже самое, а мне вообще 32 уже скоро будет. Я и с алкоголем, она вполне невменяемый человек, то есть она могла спокойно стеклянную посуду кидать, разбрасывать, неважно попадут в меня, осколки не попадут. Хоть повод, хоть без повода, я везде виновата вообще. Я еще зарплату ее будущего мужа не слышала, блядь, без спойлеров. Она хотела сдать мне дискидом, когда мне было 7, ну то ли 8 лет. Ты выпила, да то, что ты на меня кидаешься, мне оно надо, ты себя неадекватно ведешь. Серьезно. Меня выводить из себя. Я на бред. Я докажу. Мать поняла. Моя маму зовут Ольга Петровна, ей 34 года. 34? Вот что за пиздеж, блядь. Почему они врут с возрастом, я не понимаю. Какие нахуй 34, блядь, тут лет 50 минимум. И этой 17, маме 34, она сколько ей лет было, когда родила, блядь. Она же бухает. А, в 17 тоже, что ли? Пиздец, это у них семейное, походу, я... 34, блядь, выглядит на 50, ей 17 выглядит на 30. Че за хуйня у них в семье происходит? И обе рожают в 17. Что-то мне кажется, тут все придумано. Это уже я вот это вот, я в это уже не верю, блядь. Поняла. Мою маму зовут Ольга Петровна. Ей 34 года. Образований у нее нет. Только 9 классов средней школы. Она тоже работает кассиром в продуктовом магазине. Пожалуй, это единственное, в чем мы похожи. И работа один. Зарабатывает... Единственное, я только что перечислил, как минимум, две вещи, в чем вы еще похожи. Это на 22 тысячи рублей в месяц. И большую часть спускает на алкоголь. А, ну... Блядь, ну ей не 34, ну что за пиздешь. Вы когда придумываете возраст, хотя бы делайте так, чтобы это реалистично выглядело. Ну, да, бывало... 34, блядь! Вы на меня посмотрите, мне 32 будет скоро. Вот это вот на 2 года старше меня. Я в ахуе. Полухо делаю. Я что, блядь, в 34 резко постарею на 20 лет или что? Да, там выпивала много. Блядь! Страшно, ребята. У меня сейчас паника начнется. Я что, реально так же буду в 34 выглядеть? Там бывало что-то... Не доглядывала за детьми. Я ее даже не могу назвать тем... Что она, блядь, ацетон пьет, что ли, каждый день? Я не понимаю, что можно бухать? Да даже если ты бухаешь, в 34 так люди не выглядят. Что она там пьет, блядь? Кем она мне является. Вот, все девочки, там, мальчики называют, там, маму, мамочка. Ну, для меня, ну... Ну, просто вот. Что-то непонятное. Именно мамой я называю. Жмель, младше тебя на 10 лет. Какие нахуй младше меня на 10 лет? Жмелю... Если я не ошибаюсь, в 27. А? Донатер, пиздобол, шоу переименовали, потому что права на формат беременна в 16 принадлежит МТВ. Их, естественно, никто продлевать не будет нашим каналом. А, ну это, понимаешь, МТВ и прочее, это, возможно, по официальным данным. А на самом деле, вот так сказал донатер, как сказал донатер, понимаешь? Потому что он работает там и знает людей. Назвать не могу. Жмелю 17. Да и с папой у меня сложилось не очень. Когда мне было 4 года, они с мамой развелись, так как не сошлись характерами. Папа уехал в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербург. Работать на заводе по изготовлению рельс. Странно, я думал, он тоже кассиром будет. Но я не перестала его любить. И все равно с ним общалась. Несмотря на то, что мама была против. 4 года назад папа не стало. Остановилось сердце. Папу звали Игорь Львович. Ему было 60 лет. Вот так и работаете на заводе, блядь. Нет. Я по нему сильно скучаю. Нет. Подожди, подожди. Чего, блядь? Папу звали Игорь Львович. Ему было 60 лет. Да что за хуйня тут, блядь, с возрастом? Он не выглядит на ш... Вот он на 34, блядь. А она на 60 лет выглядит. А если ему 60, а этой матери 34, то я не ебались. Чего, блядь? Ему сколько было лет, когда он трахал 17-летнюю девку? Старое фото. Слушайте, насколько оно старое? А, ну да. Старое. Но там и новые есть. Вот. Он и здесь, блядь, не на 60 выглядит. 43, 17. То есть ему было 43 года, и он трахнул 17-летнюю. А-а-а, блядь. Это мне не нужно нахуй. А-а-а, блядь, нахуй. С ним общалась. Несмотря на то, что мама была против... Что с этим выпуском не так? Остановилось сердце. Папу звали Игорь Львович. Ему было 60 лет. Игорюк, ты что, дурак? Я по нему сильно скучаю. Папа, наверное, это единственный человек, который действительно меня любил. Всегда мне угожал. Захотела платье хорошо, захотела куклу хорошо, вообще все что угодно. В таком маленьком возрасте я как-то раз захотела волосы покрасить. И... После развода у мамы поехала крыша. Она начала пить и таскать своих ухажеров к нам в дом. Они напивались вместе и постоянно устраивали дебоши. А один из ее залетных отморозков вообще издевался надо мной и поднимал руку. Поэтому с детства я терпеть не могу всех пьяных мужиков. Они мерзкие и агрессивные. Согласен. Найс, у зуба контент пиздишь. Это зуб у меня спиздил, блядь, контент. Я беременную смотрел еще, блядь, тогда, когда ты еще, нахуй, не родился, блядь. Я до сих пор помню отчетливо каждый момент. Ну, есть в этом моя вина, конечно, да. Я не спорю, там, что я ее не защитила. Были какие-то ошибки в молодости, да. Не хочу я об этом вспоминать. Я бы давно порвала отношения с матерью. И забыла ее, как страшный сон. Если бы не могла... Блядь, только не надо говорить, что это ее парень, нахуй. Я бы не удивился, знаете, если бы ты был ее парень, которому 25, например. 11 лет. Ну, а что не 25-то, ну, реально? Редного маминого хахаля. Кто? Жить с ним было тоже невыносимо. Вместе с мамой они... Да что за фотографии? ...пили и были в абсолютном неадеком. Это нейросеть, блядь, фотографии создала. Что за пиздец, блядь? ...сильно пугала нас. Из-за всех этих потасовок я жила в постоянном страхе. Меня мучили панические атаки и нервные тики. Уже в 13 лет я попала в больницу. Врачи поставили диагноз. Эмоционально неустойчивое расстройство личности. Ох, это поэтому ты решила забеременеть, блядь, и родить ребенка с такими проблемами, нахуй, в голове. Поэтому у меня могут начаться приступы истерики по любому поводу. Поэтому я решил родить ребенка еще, блядь. Чтобы вот когда он будет орать, въезжать по ночам, у меня случился приступ истерики. И я как взяла его, нахуй, и все. И отсюда у меня еще целый букет болезней. Вау, отлично, еще и генетически я ему болезни свои передам. Воу. Парология, вот. То есть слишком много нервов. Острый бронхит у меня появился от нервов. Каиморит. Молодец. Больные почки у меня меланифрит. Поэтому надо рожать, блядь. Отличная идея, блядь. Пусть ребенок тоже болеет всю свою жизнь. Маме скажет спасибо. Сыщенное давление. Я не знаю, что там может врачи что-то придумывают. С ней все замечательно. Это она вот ходит, ноет просто по больницам. Да, врачи просто денег хотят заработать. Мы придумали ей болезнь, чтобы она платила потом, типа, за лечение. В целом такое, конечно, реально. Такое, конечно, реально. Но в ее случае, не знаю. Человек придумывает болезнь себе сам. Сейчас мама продолжает пить одна. Я не хочу, чтобы Герман видела это. И периодически забираю его к себе. Когда у мамы случается очередной запой. Вы, ладно, подписывайтесь. Я знаю, четко, твой голос, когда ты пьешь. Что на работе, даже не стесняешься. Это... Что ли? Нормально... Словарный запас просто 10 из 10. Блядь, вау, диалог Тарантино писал просто. Бой. Еще раз. Я знаю, что ты пьешь, когда ты пьешь. Что на работе, даже не стесняешься. Это... Что ли? Нормально разговаривай? Нормально разговаривай. Пауза. Слышишь ты? Слышишь ты? У меня куча свидетелей, что я трезвая была. Понятно тебе? В смысле, где? Когда? У тебя гермально. Я его... Когда отрезали? Ты то такая есть, чтобы у меня забирать германа. Я его старшая сестра, которая хочет для него нормальное будущее. Нет, никто. И зовут тебя... Старшая сестра, которая хочет для него нормальное будущее. Нет, никто. Ты нет, никто. И зовут тебя никак. Очень разговаривай. Нихуя урыла. Старая сестра, что она сейчас собирается все повторить то же самое, что и с моим детством. То же самое происходит сейчас у германа. Не водит его никуда. Не занимается его учебой. Абсолютно, в принципе, в принципе. И зовут. И поэтому я планирую забрать германа к себе. Я серьезно настроена лишить мать родительских прав. И я сделаю все, чтобы... Алло, ты, бля, когда забеременеешь? Уже полвыпуска прошло. Какая-то с мамой Рамсу. Уверена. Германа сегодня будет намного лучше. А где ребенок-то? Я в отличие от мамы. А на счет брата залетит, не надо. Мама, занимаюсь его воспитанием. Брат обижается на мою строгость. И просто пока не понимает, что ему это во благо. В первомысле не время-то я стал относиться ко мне к вот этим. И сестра вообще обставить на левый человек. Леш, ты ко мне так только что... Так, брат уже к ней относится никак к сестре. Так, 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 минуточку. Я к тебе нормально отношусь. Извините, что я хочу для тебя нормального будущего. И заставляю учиться. По крайней мере, ты не вырастешь, блин, кем-нибудь. Блядь, по крайней мере, сделай брату нормальную нахуй прическу. А иначе в его жизни ничего в лучшую сторону не поменяется. Даже если он будет отличником. Дворником. А начать... Бля, мне тоже говорили. Будешь плохо учиться, дворником станешь. И шо в итоге? Просто манипулирует Германом, настраивает его... В итоге стал стримером. Достаточно было прическу поменять. Меня. Герман, соответственно, время от времени ведется на эту тему. манипуляцию, потому что он еще маленький. Порой Герман из-за этого бывает как-то слишком строг. Какая я боевал, блядь? Где? Вы ивану ты что? Побежи не ко мне. Что мне очень обидно. Единственный, кто меня поддерживает и понимает... Она? Это мой парень Игорь. Вообще, что ли, дураки, нахуй? В каком месте? Я хочу вырваться из этого кошмара. И начать новую счастливую жизнь. С Игорем мы познакомились в магазине, в котором я работаю. Он мне сразу понравился. Но он такой скромный, что мне пришлось действовать самой. Я написала свой номер телефона на чеке и думала, а хватит ли ему смелости хотя бы написать. Но в тот же вечер Игорь позвонил и пригласил на свидание. И вот уже год. Мы счастливая пара. Самое первое, что мне понравилось в Лере, это внешне... Блядь, ну окей. Если так среть, ну ему на вид вот где-то, ну лет 30. Скорько ему я прослушал? Именно... Или не говорили? Ну бы. Игорь старше меня на 10 лет. Ему 27. Ладно. На меня это не смущает. Я был прав. В принципе, это около 30. С ним я чувствую себя надежно. Он прораб настройки. Работ... Кто он настройки? Ебать, эта девка обоевала Синди в старых кондициях в одном лице. Чего ты, блядь, пишешь Кезару ебанутой, что ли? Это опасная. Но зато зарплата хорошая. Больше 150 тысяч в месяц. Это когда-то... Сколько? Что за цены, блядь? Например, если тебе не страшно? Зарплата, точнее, сумма, цены. Страшно. Работа такая. Мне кажется, они врут специально. Типа, придумывают зарплаты такие, чтобы люди смотрели выпуск. Такие, нифига, в России у нас зарплаты какие. Пойду на стройку в будущем. В итоге чел, вдохновившись беременной в 16, идет на стройку, а там, бля, 25 тысяч рублей в месяц. А вот я смотрел беременную, а там 150 тысяч было. Почему вы мне даете 25? Моя мечта это благополучная семья. Счастливая семья. В которой царит мир. Так он прораб. Для меня также важный момент. И чё? Чтобы финансово тоже все было хорошо. Несмотря на свою брутальную профессию... Ну и что, что он прораб, блядь? А я стример. Нахуй я стримлю. Пойду прорабом работать. Игорь очень ласковый и нежный. Я поняла, что он тот человек, который может не дать... Я представляю, сколько в Америке тогда платят прорабом. Всё. И заботу, и стабильность. Поэтому спустя всего две недели после знакомства, я переехала к нему жить. Люблю тебя! Я тебя. Сука. Игорь мне сразу сказал, со мной тебе работать не нужно. Оооо! Ну ты попал, Игорёк, блядь. И я уволилась в тот же... Оооо! Всё. Чудень. У меня формат семьи старый. Где... Братан, ты, конечно... Можешь ходить на работу. Женщик готовил сидеть с детьми. Вер! Что, блядь, посуду не мой, да? У нас опять еда. В раковине. Я же тебя просил мне так не делать. У нас дома 50 на 50. Нихуя охуела тварину, блядь. Не работает, и ещё 50 на 50 хочет. Ты чё охуела, тварь, блядь? И 50, понятно где. Твои где 50? Сейчас тебе будет сложно убрать? Да, сейчас мне будет сложно. Я прилегла отдохнуть. Отчего ты, блядь, прилегла отдохнуть, сука? Ты же ничего не делала. От того, что ты пирожные захавала, блядь, отдыхаешь. Немного по-другому, конечно, я представлял нашу семейную жизнь. Но... Братан. Больше всего я не люблю, когда Вера нервничает. Пока уж слишком тяжело бросать не стало. Потому что, блядь, с такими пироженами ежедневными, через полгода-год хуй выбросишь. Поэтому я просто беру и делаю. Молча. Мне нравится, что Игорь сначала оборчит, а потом всё равно всё делает сам. Ей теперь не отдыхать? Отчего? У неё жизнь, в принципе, отдых, блядь. Она не работает. Отдыхать от отдыха или что? Я не понимаю. Меня бесит, что он постоянно жалуется своей маме на то, какая я хозяйка. Да, пусть у нас не блестит дом от чистоты, но зато в нём никто не пьёт и не устраивает драк. Он не прораб, он раб. Охуенно. Вот именно. Мам, привет. Пришёл домой, голодный, с работы. Посуда не помыта. Я рода. Ты маме это говоришь? Вот и Игорёк. Командная. Слюнтяй какой-то. Такая девочка. Мать жалуется. Попал под каблук. Почему? Вот именно, подожди, что? А командная такая девочка. Игорь попал под каблук. Почему? Ну, как бы он должен приходить и мыть посуду. Вечером после рабочего дня тяжело. Я не понимаю. Мама Игоря зовут Елена Ивановна. Ей 48 лет. Она работает продавцом в продуктовом магазине. Зарабатывает 30 тысяч рублей в месяц. Всё, что мама Игоря слышала обо мне, это только жалобы от моего парня. Она думала, я капризная принцесса. Но когда мы с ней познакомились лично, и она узнала, что нам с Германом пришлось пережить в детстве, она проникла. Ей 48. Вот ей 48. Окей. Почему она выглядит моложе, чем её мама, которая 34? Потому что мать пьёт ацетон, а эта пьёт чай. То есть ко мне и... Зарплатам. У меня батя всю жизнь работает на стройке. Работа трудная. Не каждый сможет. С долгими командировками. В среднем после сдачи объекта выходит 250-350к на месяц работы. Блин, ну... Не знаю, в твоём случае, твоего батя, возможно, да? Учитывая командировки там и прочее. Ну, брат. Не, Хес, это правда? Я же говорил, что я в Якутии работаю прорабом с белой ЗП 200к в месяц. Ахуеть, у меня тут один строитель в чате. Ты 200к в месяц? Но мне донать 120 рублей? Тогда тебе, блядь, лицо. И к брату сочувствием. И стала поддерживать во всём. Общалась только с тобой, с мамой твоей не общалась. Я думаю, ей... Так же больно. Бля, блядь, что за хуя там? В клетке. Что что-то у вас не ладится. К сожалению, я на... Блядь, там какая-то крыса сидит. Стала снять отношения очень много раз. И очень много раз я этим обжигалась. Ей всегда было плевать на моё чувство. Я не хочу узнавать... Обсудите то, что Игорёк под каблук залез, а не её мать. Её с мамой Игоря. Потому что это абсолютно разные люди. Мне даже стыдно их знакомить. То, что вот она у меня такая алкашка и так далее. Неадекватная вообще. На каком заводе их производит, блядь? Я сказал калеру, что у неё такие отношения с мамой. Но я постараюсь ей помочь. И хотелось бы всё-таки, чтобы отношения с мамой у неё наладились. Елена Ивановна прекрасно меня понимает. Ведь отец Игоря тоже... Откуда они эти фотографии берут. ...алкоголик. Из-за постоянных пьянок они развелись. Но Игорь продолжает общаться с отцом. Его зовут Валерий Юрьевич. Ему 50 лет. Работает у Игоря на стройке. И снимает жильё. Свою зарплату часто пробивает. И денег на аренду у него не остаётся. Но он знает, что Игорь ему займёт или впустит переночевать. У меня его визиты бесят. Что я с детства на дух не переношу пьяных мужиков. Зачем вообще вы пьяный приходите? Я вам говорила, чтобы вы трезво приходили только. Это пиво. Что такое бокал пива, Лерочка? Успокойся. Пойдём. Зайдём, я выгляжу. Чё у неё там на майке такое, что я аж замылил? Когда это уже закончится? Ален Майден? Не понимаю. Выпишет баночку пива. Но для неё это целая трагедия. Уютно. Как бы я не дебоширую. Я очень спокойный человек. Когда отец Игоря выпьет, он меня максимально раздражает. Мне становится очень противно от него, от его присутствия, от этого запаха. Это ужас. Когда он так вот сидит, позорит перед соседями нас. Это отвратительно. Это очень мерзко. Я так надеялась на новую жизнь, но пока мне приходится терпеть перегар от отца Игоря. Оскорбление от собственной матери и капризы родного брата. Я постоянно на нервах и переживаю. Как это ещё может отразиться на моём здоровье? Ведь я жду ребёнка. А-а-а! Это печально. Мама в 16. Да задолбали свои карты. Только мы с Игорем стали жить вместе, у нас началась интимная жизнь. Росекс произошёл через 2 недели. По этой москлассе. Когда узнал, что Лере 17 лет, на секунду испугался, но... На секунду такой, ааа, ну ладно. На законе я прочитал, что... Испугался на секунду, взял сразу уголовный кодекс. Прочитал такой. Ладно, можно. Ты же согласна, но всё, погнали. В стране возраст согласия наступает 16 лет. Мы успокоены. Я не боялась, что я несовершеннолетняя, а он взрослый. Я сама на это согласилась. А то, что там залететь можно не в то же время, был дискомпорт. Мы решили, что не будем предохраняться. Сегодня я обнаружила в своём календаре, что у меня шестой день задержки. Я пока не понимаю, что это значит. Мы хоть и не предохраняемся, но я уверена, что прерванный половой акт защищает от беременности. Но я решила не затягивать и купить тесты в аптеке. Мне так не терпится узнать результат, что я тут же пошла в ближайший туалет в торговом центре. Две полоски. Две яркие красные полоски на обоих тестах. Ну всё, гага. Это просто какой-то... Я в слезах позвонила Игорю и попросила приехать. У меня паника. Я боюсь и не знаю, что делать. Что случилось? Ну как, чё? Ну конечно же рожать. Сто процентов. Да ну... Чё? Я вообще никак в 17 лет этого не планировала. Я знаю. Планы вообще другие. Я в техникум хочу. Отучиться на технадзора. Лябу. Лицо Игоря. Я никак... Актёр, блин. Вообще... В ближайшие лет пять так точно не планировала. Сходишь на УЗИ? Подтвердиться, тогда будем уже думать. Я очень боюсь, потому что я хочу хорошее будущее. Нет. И не особо хочу так-то идти по стопам матери. Врать не буду. Хочу стать отцом. Потому что я считаю, что... Мне лучило 27 как бы уже. Я уже не молодой. Мне уже пора строить семью свою. Месикоич. Я еле дождалась утра, чтобы сразу побежать на УЗИ. В надежде на то, что тесты все... 27 не молодой. Ну а что вы хотели? Да, да. Видите, 27 это уже пожилой возраст. Всё, старый, блядь. Старик. Деды. В 27 надо уже семью, дерево, дом. Чё там ещё? Чё там ещё вбили? В мозг, блядь, в Советском Союзе. Вот. Да, да. Всё-таки показали неправильный результат. Беременность зафиксирована. Беременность маточная. Цецобиение ребёночка определяется. Срок 5 недель. Я подняла вас. Я просто... Я не знаю, что вообще, как с этим быть. Я вообще никак этого не планировала. После УЗИ я решила сразу встретиться с Игорем, чтобы сообщить, что беременность подтвердилась. Он всегда и во всём меня поддерживает. Но всё равно переживаю, что Игорь может испугаться и бросить нас с ребёнком. Солнце. Я буду самым лучшим папой на свете. Да! Именно поэтому мы смотрим этот выпуск. Из выпуск... В выпуск мы с вами слышим эти слова. Правда? Вы ещё... Да. Я даже не считала такой реакции, что ты его так вот будешь реально рад. Это связь с счастьем. Правда. Я не вижу проблемы в том, что Лера оставит ребёнка. Я работаю. Я зарабатываю деньги, я потяну. Как я вообще могла сомневаться в Игоре? Не было ни одного выпуска с абортом вроде. И не будет, тем более сейчас. Его слёзы были настолько искренними, что теперь у меня нет ни капли сомнений в том, что мы готовы стать родителями. И совсем не важно, что мне всего 17. У нас есть для вас хорошая новость. Ха-ха-ха, очень хорошая новость, блядь. Я беременность в 17 от Игоря. Блядь. Игорь скажет. Скоро станешь бабушкой. Спасибо. Это вся реакция. Спасибо. Ок. Лан. Он. Ты рада? Очень. Очень, блядь. Молодцы. Я рада, что у нас скоро будет внук, либо внучка. Ну ладно, может быть, правда рада. Как бы я ужасно не относилась к своему. Кстати, она там в конце шоу родит, реально. Да ладно, блядь. Серьезно? Сообщить ей о беременности все же нужно. Игорь настаивает, чтобы и его отцу мы все рассказали. Но вот с ним я точно видеться не хочу. Опять с Пиван Деппулой. Он вообще не отрывается от нее. Он сам сообщит эту новость. Еще и джинсы порваны. Своему папе. А я маме. Новости есть. Мэйр обе... Сейчас опять будет реакция. Ок, да? Пон. Ну-ка. Временно я скоро стану папой. Конечно, блин. Прикольно. Прикольно! Да, она немножко погребит. Да. А ты дедушкой старишь. Круто. Будет повод выпить. Понимаю, но... По возрасту она так будет. Еще молодая семна. Девушка. Да нет. Да нет, 17 лет тоже уже все пиздец старость. Нормально, 17 лет. Да. Слушай, я надеюсь, ребенок мой как-то наладит между вами отношения. Потому что я знаю, что вы ругаетесь, я это вижу. Мне это к**ть не нравится. Как бы, блин, немножко устаю на стройке, блин. Соответственно, я выпитую бутылку пива. Я думаю, нету большой трагедии. Ну, видишь, ей просто это не нравится. Я очень надеюсь, что ради внука или внучки он все-таки поменяет свой образ жизни. Ага. Обязательно. Что случилось? Я беременна. О, как? Это точно? Ты уверена? Да. Смотри, не пожалей потом. Ну, забеременела, забеременела. У меня... Бля, реакция... Вообще... Ну, ладно, и ладно, че. Ну, ок. Просто реакция всех вообще прям. Все равно. У меня в голове не укладывается. Как можно так цинично реагировать на то, что ты скоро станешь бабушкой? У нее же... Я ребенок двух алкоголиков. В очередной раз общение с мамой и ее безразличие довели меня до истерики. Я опять почувствовала себя ненужной. Как в детстве. Мне так плохо, что я позвонила Игорю и попросила приехать с работы. Сволышко. Ты че такое? Да ничего, она опять выбесила. Как я ее верила. Я ей абсолютно все равно. Я че, вы вообще *** что ли? Все как обычно, короче. Успокаивайся. Пиздец, кот аж облысел нахуй от таких событий. Мне кажется, у меня давление подскочило. Да, у тебя пульс повышенный? Давление подскочило. Блядь, ей 17 лет, она уже как старуха, блядь, 80-летняя. Я это... Давай сейчас тонометра поднесу, померяем. Хорошо? Хорошо. Тащи тонометра, блядь. Блядь, шедеврозюжик. Ну че, у меня пульсы все такой. Молеры очень большие проблемы со здоровьем, а мама, походу, этого не понимает. Ее нельзя доводить до такого состояния. Каждый нервный срыв ведет ее в больницу. Игорь напуган моим состоянием, поэтому сразу отвез меня к врачу. В последнее время у меня очень много стресса стало. У меня часто повышенное давление. Здесь, если бы я по таким поводам к врачу ходила, я бы каждый день ездил туда. И очень сильное головокружение. Как ты понимаешь, на переговоре... Я вообще не выходил из кабинета, блядь, врача. Никаких препаратов я назначить тебе не смогу. Я могу только порекомендовать тебе сейчас обратиться к психологу за консультацией, побольше времени проводить на свежем воздухе, ну и по возможности избежать стрессов. Угу. Я поняла. Я и так сама прекрасно знаю, что у меня все это из-за нервов, из-за детства, все эти проблемы со здоровьем. Ну, психологу... Ну, за консультацию-то заплати 10 тысяч рублей. Попробую, значит, сходить к психологу, может, это мне как-то поможет. И на следующий же день я записалась на прием к психологу, потому что моя психика сейчас расшатана. И я боюсь, что это может негативно отразиться на моем... Ну, я такая же хуйня с врачами была. Типа, у меня болит живот. Я знаю, что у меня болит живот. Я знаю, какие примерно лекарства мне нужны, чтобы живот болеть перестал. Ну, я иду к врачу на прием платно. Он мне говорит, здравствуйте, ну, у вас болит живот. Вот это вот купите, попейте. Я такой, охуеть. Ну, я, в принципе, и так это все знал. Ну, спасибо, что сказали. Пойду, блядь, сделаю то, что я и мог без вас это сделать. Прием ребенки. А скажи, пожалуйста, вот когда ты у себя как бы заметил паническую атаку, какая-то ситуация именно во взаимоотношении с мамой. Латоническая атака? Произошла на тот момент? На тот момент уже достаточно было ситуаций плохих, связанных с ней. Она очень часто и много раз, когда пила, допустим, могла и руку поднять, могла начать закрываться в ванной или брала демонстративную веревку. Говорила, что вот я никому не нужна. Раз я никому нужна, пойду там порежусь, повешусь. То есть пугая суицидом. А в том возрасте я еще в это верила. То, что она вот реально может что-то с собой сделать. И вот это вот все, видимо, постепенно накапливалось. И вот когда мне было 13, мне первый раз вызвали скорую, потому что у меня защемило позвоночник, ребра, область в сердце, я и не могла пошевелиться в прямом смысле. Валерия, у тебя не просто нелюбящая мама, у тебя мама зависимая, от алкоголя зависимая. И, естественно, это накладывает определенный отпечаток на тебя как созависимого члена в этой семье. Ну, я с ней общаюсь только по нужде, когда идет речь о брате. Ребята, это психолог. Я думаю, что ты не хочешь с мамой общаться, но тем не менее, все-таки мама это значимый человек, даже при всем твоем отношении к ней. И, как бы, она на процесс твоего вынашивания беременности, она... Бля, может мне тоже давать консультации, блин, реально? Ну, чисто подписчикам, вот. Ну, может вам хочется пообщаться, вот я буду с вами общаться. По консультации, ну, 10 тысяч рублей. 10 тысяч за час беседы со мной лично. Вот буду сидеть с вами разговаривать в Дискорде. Мне кажется, от такого намного больше пользы будет, чем от обычного психолога. Реально. Такие имеют какую-то определенную роль, потому что обиды на мать, они особенно не проработаны, они никуда не деваются. Они просто где-то углупляются, избегаются, переходят психосоматические расстройства. Я рекомендую тебе на следующий прием прийти с мамой. Я не хочу с ней приходить. Зачем? Для чего? Я, мне кажется, даже в ее сторону не смогу просто посмотреть. Не знаю, это как-то глупо. Какая же она беднее, не знал даже, чтобы я вел, такое пережила. Да, блядь, алло. Мне кажется, будет. Еще-то мне эту скину. Да, блядь. У меня до сих пор не выходят из головы слова мамы. Посмотри, не пожалей потом. Благодаря поддержке Игоря и тети Лены я только успокоилась и решила, что готова рожать. Но из-за матери меня снова мучают сомнения. А что, если я и правда пожалею? А вдруг с Игорем что-то случится, и я останусь одна? Как тогда я буду воспитывать ребенка? Ведь у меня даже профессии нет. А я не хочу, как моя мать. Родить и не суметь нормально обеспечить малыша. Мне срочно нужно кому-то выговориться. Иначе я взорвусь. И мама Игоря это единственный человек, с которым я могу делиться всем. Ну, просто посмотрите, а какие перспективы? Я хотела пойти учиться в сентябре. По итогу, что вот это вот... Ну, как это делать? Ребенку просто маленьким на руках. Игорь на работе. Если у него закрываются объекты, его вообще дома не видишь. Ни днем, ни ночью. У нас нет своего дома, жилья. У нас нет своей машины. Значит, обор? Как? Пока разрешают. Те трудности, с которыми... Ты и Игорь, мы уже что-то столкнулись. С ними в любом случае можно справиться. Они приходят и уходят. А радость твоя будет расти с Игорем. Быть вместе, радоваться. Подумай, пожалуйста. Ну, мать ничего такая, ляска. Если нужно будет помощь, то помогу вам. Счет Баевой немного поднабрала. Да заебали вы, бля. То, что беременность ранее, то, что у них нет квартиры, образование. Ну, ребенка сделали, сделали. На меня очень сильно влияют слова мамы Игоря, так как у нас с ней действительно отношения, как мамы с дочкой. Такие разговоры меня успокаивают. Ведь правда, Игорь меня любит. С тетей Леной у меня прекрасные отношения. Чего мне бояться? Ведь я всегда мечтала о большой дружной семье. Я так счастлива, что Игорь окружает меня заботой и оберегает от стрессов. Но вот папа Игоря продолжает меня раздражать. Он постоянно просится к нам переночевать. Но один только вид мужика с бутылкой выводит меня из себя. Уже с пива на водку перешел. Да, он 500% в холм. Лер, хочу поздравить тебя, что ты станешь мамой, а я дедушкой. Может, сходим в магазин, отметим это дело. Вы опять стоите с бутылкой водки. Да, самое время отметить, пусть мать выпьет. Что не начинать? Меня это уже задолбало. Ну, серьезно, сколько можно? Он даже сейчас пришел, чтобы поздравить, и то бухой опять. Пойдемте продуктовку купим. Я больше не буду его терпеть. Да нет! Нет, все! Солнце, погоди. Подожди. Стой. Что? Ну, это же мой отец. Да, я твоя беременная девушка. Ничего не смущает? Я знаю, но как именно... Он мне нервы треплет, и мне вот это вот беременной терпеть? Я понимаю, все прекрасно. Ну, как мне выбирать между тобой и им? Отец Игоря, хоть и пальцы меня не тронул, но он пьет. А значит, ничуть не лучше того мужика, который обижал меня в детстве. Я отчетливо помню, как от него так же пахло алкоголем, когда он заходил в мою комнату. И когда я слышу этот запах, у меня перед глазами сразу всплывают все ужасы прошлого. Ты заебал душу. Бутылочку пропустить ради ребенка норм. Кому норм? Ему? Ему только повод дай. Он эту бутылку пропустит, блядь, по любому поводу. Хэй, со стрим подрубил, блядь. О, надо водочки выпить. Подруба же произошла. Праздник. Я тебе сниму квартиру, сегодня-завтра найду, оплачу. Запах можно слышать? Слышу запах. А я заметил, многие люди реально именно так и говорят. Я слышу запах. Хотя мне всегда казалось, что надо говорить, что я чувствую запах. Как ты ушами его ощущаешь, что ли? Так правильно говорить? А как это так-то? Как ты можешь услышать запах? Ты же его ощущаешь. Чувствуешь. Носом, не ушами. Чуешь. Чуешь ты, блядь, сука? И так, и так правильно? Ааа, да. Окей. Ты ее. Я не хочу, чтобы Лера очень сильно нервничала. Да, я сам не хочу, чтобы она нервничать. Так я не понимаю, у Бати нет хаты или что? Ты сам знаешь, что она не любит, когда ты выпиваешь. А я тоже между тобой и ей выбирать не хочу. Ну ладно, так, значит, а теперь она что там? Блядь, извини, конечно. Да ну, Игорь. Батя же настройка работает, почему хата нет? Все наводит. Она дает в дальнейшем, Гориш. Так. Все хорошо. Я тебя люблю, Гориш. Я тебя люблю. Лера. Она просто еще очень молодая. Она пытается все сделать так, как ей хочется. Даже переступая через все. Она очень характерная. Мне легче снять отцу квартиру, чем ругаться каждый день с Лерой. И я буду ему оплачивать ее. Так будет лучше для всех. Нихуя. Вчера из-за отца Игоря я в очередной раз перенервничала. И сегодня, чтобы поднять мне настроение, Игорь устроил очень романтичное свидание. О. Не дави так сильно. Только-только получается. Ничего. Ничего. Еще. Еще раз можно будет перетирать. Мне нужна красивая ваза для цветов, которые мне дали. Ты что? Не понимаешь, что ли? Понимаю, конечно. Как тебе подарок? Шикарно. А внутри этой вазы. Нормально шикарно. Ладно. Идеальное свидание просто. Я даже не ожидала от тебя такого. У меня, кстати, для тебя еще один подарок есть. О. Какой? А ну. Предложение сейчас. Бля-я-я-я. Колечко? Не просто колечко. Я очень долго даю. Давай прям на грязные руки в глине на тени это колечко ей нападет. Выходи за меня. Ты серьезно? Да. Абсолютно. Бля, ну кольцо сколько стоит? 500 рублей? Ну ладно, что, пойдет. Без капельки сомнений. Куда? Гю-ру, руки грязные. Я закладываю. У меня действительно дух захватывает просто от того, что он сделал мне такое предложение еще и в месте, где я мечтала побывать. Так, когда уже начнется там вот это вот херня, что он забьет хер на ребенка, начнет там гулять с друзьями. Он вообще до этого вообще додумался. Куда ты и натянул на грязные руки? Эмоции переполняют просто. Это действительно очень серьезный шаг вступить в статус мужа и жены. Бэт Саркози, спасибо. Саундвел, спасибо. С подарочной. Арикаришка, спасибо. Хряк, спасибо. Любава, спасибо. Пока я так и не решилась пойти с мамой к психологу. И начать прорабатывать многие травмы. Стрит-фатур. Стань, скипай, интро в конце. Там сказано, что Игорь пошел на СВО и погиб 01-12-23. Чего, блядь? Реально? Че, серьезно? Опорой и поддержкой сейчас является тетя Лена. И в такой важный день первого скрининга она со мной рядом. У меня очень много проблем со здоровьем. Я переживаю, чтобы никаких патологий не было. Давайте посмотрим. Я, кстати, пожилая патология. В данном этапе уже сформирован головной, тазовый конец, туловище, да, полноценного ребеночка. А по патологиям никаких признаков нет? Все хорошо? Я сейчас изучаю малыша, но вот то, что я вижу, пока все хорошо. Я очень рада, что с малышом все хорошо. Пацаны, чтобы с вами это никогда не произошло, вот вам лайфхак. Берите лучшего друга, который не забеременеет, поднимайте 8 садок на двоих. Уезжайте в Америчку и живите припивай чай. Чего, блядь? Охуеть! Переживала за его здоровье и за моего здоровья. Теперь можно выдохнуть. Успокоилась? Как все прошло? Все хорошо? Диппинс, блядь, с диваном встал? Все хорошо, патологий никаких нет. С малышом все прекрасно. Коллаборация Диппинса и боевые. Ручки все прям четко видно. Уже не комочек. У меня, кстати, есть еще одна. До комочек. Хорошая новость для вас. Игорь мне предложение сделал. Вер, я так рада. Поздравляю вас. А свадьба когда? Ну, нам нужно для этого сначала заявление подать в ЗАГС, но для этого нужно с мамой это поговорить, так как я несовершеннолетний, нужно ее присутствие, так же от нее согласие, вот. Я думаю, что как раз таки в этот момент можно и вас с ней познакомить. Ну, отлично. Хорошее решение. Мне пришлось написать маме, что мы с Игорем решили пожениться. Я попросила ее пойти с нами в МФЦ, и она согласилась. Надеюсь, что хотя бы в такой важный момент мама на меня не забьет. Сегодня для меня волнительный день. Мы идем подавать заявление. Когда я начала собирать документы, я поняла, что мы с Игорем не обсудили самое главное. Я не собираюсь менять. Самое главное, да, может быть стоит все-таки остановиться, не идти в ЗАГС, пойти в больницу, сделать аборт и все? Было бы самое правильное решение. Я очень сильно люблю своего отца, и я хочу дальше понести его фамилию. Так, надо какое-то решение принять. Ой, бля, еще и фамилию брать не хочешь. Понимаю, да, по этому поводу? Ну, не знаю, да, может каждый при своей останется. Да, ну, нет. В семье должна быть одна фамилия, по-любому. Королевским стать. Не знаю, бабушка на меня убьет точно. Ладно. А это Игорь Нахон схавает, прогнется. Нет, это не такая же большая проблема, я думаю. Блядь, ну а кто пособневался, Игорюк? Это от семьи не отрекаюсь, просто фамилия, это фамилия и все. Я думаю, поймут. Ай, блядь. Так что, это реально, будешь в мое брать тогда? А? Да, а что, варианты какие? Ну, может быть, как бы это, ну, типа, не прогнуться, а убедить ее в обратном. Котя. Котя. Блядь. Какая у него фамилия, я прослушал, непонятно, что там. Люблю тебя очень сильнее. Нет, у тебя. Блядь, ему надо озвучивать, я не знаю, мультики какие-нибудь. Люблю прояснить. Какого-нибудь, я не знаю, котика там. Какая разница вообще? Королевский? У него фамилия Королевский? У нее? А у него-то какая? Нафиг мне ее фамилия. Это реально круто. Я считаю то, что у семьи должна быть одна фамилия. И то, что я буду Королевским... Ну ладно, Королевские фамилия окей, прикольная. Но у тебя-то какая фамилия? Вдруг у тебя лучше? Может Губанов? Классно звучит. В МФЦ нас уже ждала мама Игоря. А вот моей мамы все нет и нет. Неужели и в этот раз она меня подведет? Слушай, уже полчаса прошло. Она вообще приедет? Нет? Я не знаю, сейчас я пробую ее еще раз. Я Блоковский у него. Хорошо. Ладно, беги. А мать забила. Алло, мать. Алло. Алло. Привет. Ну что там с деньгами? Слушай, мы уже тут в МФЦ, ты приедешь же, да? Да я не поеду, потому что обратно пробки будут. Ну давайте уже на другой день тогда. Я на работу завтра, я хочу отдохнуть. Успокойся, пожалуйста, давай спокойно поговорим без... Я не поеду по пробкам, мне живот болит, я не могу, я ляжу. Мы тебе все оплатим поездку, все оплатим, пожалуйста, приедет, ну нам реально надо подать заявление сейчас. Я тебе по пробкам, я тебе еще раз говорю, Вер. Что мне сделать, чтобы ты приехала, я не могу... Я нахуй пробки, блядь, они что там, в центре Москвы что ли? У меня слезы начинаются, у меня истерика сейчас начнется. Просто... Ааа, опять врач, опять давление, господи. Как она собирается рожать, с ребенком сидеть потом? Потому что ты вот так вот поступаешь опять. Ты в первую очередь сейчас меня подставляешь в прямом смысле. В Краснодаре пизда с дорогами. Понятно. Герман, одевайся! Че, какой Герман? А, брат. Такси вызовут, я тебе напишу номер машины, через сколько будет. Давай. Внутри, вот так вот всегда, проще, чем ты ебан. Жжок, блядь, просто. Бесит то, что она меня подставляет, шо, как. Вот поэтому я когда смотрю, как Игорь со своей мамой общается, это просто, ну... Жбать актеры. Плот их общение просто становится, когда на это смотришь. Мы ждем уже целый час. Я на грани нервов. Вот так пробки. Срыва. И тут она наконец-то заявляется. Да еще и с таким выражением лица, как ни в чем не бывало. Даже смотреть противно. Здрасте. Привет. Здрасте. Ну, конечно, все-таки мразь. Вот имя-то. Лена. Очень приятно. Мне очень приятно. Лена, Оля, Оля, Лена. Паспорт, ты не забыла? Все, я взяла. Я все документы. Блядь, теперь Якадзе нахер. Взяла сразу. Ну, все, вот. Собственно, повод, по которому мы все сегодня собрались. Я напишу. Это нужно вам в ФЦ писать. Ну что, пойдемте подавать документы? Пойдемте. В чем мы сидим? Мы подали заявление, и теперь я спокойна. Для меня это важно, потому что ребенок должен родиться в браке. Эээ, бля. Пока у мамы ночные смены, мы забрали Германа к себе. Когда он со мной, мне спокойно. За эти дни я стараюсь дать ему всю свою любовь и заботу. Мы много гуляем, обнимаемся, дурачимся. Дома скучно. У нас веселее? Да, у вас веселее. Скучился по Игорю? Да. А также я строго слежу за тем, чтобы он учил уроки. Хоть ему это и не нравится. Чем занимаетесь? Ну, Игорек даже здесь преуспел, блядь. Даже тут прогнулся, делает уроки за него. А этот сидит в Бравл Старс, наверное, играет. С Германом уроки делаем, я только своим. Или нет? Делаем. Аа. Вижу, я как он уроки делает. Герман? Давай я ему перерыв дал, 5 минут поиграть. А, да? Ну, мать, страдь вообще пустая, да? Вообще, хоть что-то начинал делать. Герман, помнишь задание? М? Нет. Тебе надо было две страницы переписать, почему ты сидишь, ничего не делаешь. Убирай телефон. Герман на домашнем обучении, потому что так она, видите ли, захотела. Типа у нее там нет времени его в школу водить, делать с ним уроки. Герман так не умеет ни читать, ни писать, и она еще дальше растит из него человека, который в будущем... Так, Герман, подожди, дай я тебе попробую отсканировать QR-код. Штрих-код. Ага, понятно. Ну, я так и думал, перекидывают на стендов. Чем не будет элементарных вещей знать, понимать, действительно работать дурником или грузчиком, вот и все. Нормально, че? День, о котором я мечтала, наступил. Мы идем в ЗАГС. Хоть я и не в белом пышном платье, я все равно счастлива. Ведь со мной самые близкие люди, Игорь и Герман. Самые мерзкие люди, что? Я все равно счастлива. Ведь со мной самые близкие люди, Игорь и Герман. Только не хватает мамы, Игоря. Бля, вот это вот, знаете, не будешь учиться, дворником станешь, блин. Ебало дворников представили? То есть они работают, убираются у тебя на улице. Делают все, чтобы тебе комфортно было потом у себя во дворе гулять. А ты в итоге... И не только ты, все такие, типа, пугают детей своих дворниками. Ну это же пиздец. Дворник ходит такой, да шо я сделал-то? Я просто убираюсь, блядь. С чего взяли, что это что-то страшное? У нее, как назло, сегодня учет в магазине. Вступает в брак граждане Российской Федерации. Брык Игорь Валерьевич и Королевская... Брык? Ладно, я, в принципе, с ней согласен. Нахуй такую фамилию. Валерия Игоревна. А в вашей земле любви и верности прошу обменяться врученными пользователями. Брык. Я очень рада, что мы расписались. Это очень важный шаг. Теперь семья официально, законно. Очень крутые эмоции, когда ты выходишь замуж за действительно любимого человека. Все. Экшн, да. Теперь я не буду. Все, Игорь, давай. А теперь начинай. Куда не денусь. Давай, давай, как хуесос, начинай себя вести. Сегодня, наконец-то, у Игоря выходной. Я надеюсь, что мы будем весь день валяться и смотреть... Вот уже... Так, так. А Игорек с друзьями, да, пошел доставаться? Ну-ну. Но с утра пораньше он разбудил меня шумом в ванной. Не понял. А что такое? Ты куда ты? Ты же хотел это спать. У меня сегодня не вышли работники. Кто опять не вышел? Папа, Толик и Сережа. Никто не вышел. И опять ты будешь за них одуваться? Да. Ты понимаешь, что они тебе уже на шею сели просто и все? Блядь, ну... Ну а что сделать, если Игорь вот такой, блядь? Ну любитель он, чтобы у него посидели. Вот он везде терпит, блядь. Уроки с этим пацаном стерпел. Ее стерпел. Даже своих работников терпит. Пиздец. Да, прекрасно понимаю. Тогда увольняй этих работников и новых ищи. Что за бред? Я не могу со своим любимым человеком провести выходные. Я этих уволю. Но кто будет работать? Нужно искать новых. Это не так просто. Санышка, ну мы решим все эти проблемы. Правда, решим. Но, блин, мне сейчас нужно бежать. Извинюй, пожалуйста. Меня очень сильно раздражает. Бля, если вот эта история, что его туда на СВО отправили, правда, то я примерно понимаю, как в его случае это произошло. Ему пришла повестка, а он вместо того, чтобы как-то, блядь, этому противодействовать, просто такой стерпел, блядь, пошел нахуй туда. В военкомат ему сказали вещи сюда. Он, окей, я Игорь, я сейчас все сделаю. И все сделал, как сказали. В итоге, блядь, все. Игоря нет больше. То Игорь почему-то слишком лояльно относится на работе к своим друзьям, к своему отцу. Они им пользуются, Игорь просто этого не замечает. Я согласен с Лерой, что я слишком много провожу времени на работе, но чем больше я там провожу времени, тем больше денег. А она хочет, чтобы я и дома был, и чтобы деньги были. Ну да, много хочет. Я в бешенстве, что из-за отца Игоря я весь день просижу дома одна. Кота кормить нормально, надо, чтобы лысым не ходил. Больше я такое терпеть не собираюсь. Это фейк у него в инсте сторис есть, все понятно. Стояло, чтобы Игорь после работы зашел к нему и серьезно поговорил. Блядь! Сегодня звонили с трех строек. Хотели меня видеть? По поводу, да, того, что мало кто вышел. У тебя, соответственно, сегодня тоже не было. Что случилось? Игорь. Блядь, Игорек, давай ты за меня замуж выйдешь. Я тебе паспорт Германии подгоню. Работать буду, не больной, здоровой. Так еще и терпилу из тебя не сделаю. Может, это нахуй женщин? А нахера тебе, Игорек, вообще? Ладно бы, если ты еще им пользовался его терпильностью, но а смысл-то какой? Спасибо. Все люди болеют. Извините, я в не такие погодные условия выходил. У нас реально есть конфликт с Лерой. Из-за частых невыходов Лера, да, она на меня очень сильно ругается и говорит, да, что я с ней очень мало времени провожу. Мне приходится кататься с одной стройки на другую, потому что, когда я тебе позвонил, у тебя был пьяный голос уже. Это было 12 дней. Мы с тобой... Реально, у него на корте написано «Help me». Что, если это попытка, ну, скажем так, обратиться к нам, к зрителям? Что, если он реально просит помощи, а это знак? Чтобы ты не пил, не пил, не пил, но все равно у тебя... У тебя в голове, я не знаю, ты то ли не слышишь меня, не слышишь ни Леру, ни маму, никого. Что такое? Хочу, чтобы ты не пил. Твой алкоголь мешает работе. Я услышал вас. Мне очень стыдно за моего отца, но я на это, к сожалению, повлиять не могу. Это не моя жизнь. И чё, блядь? Наступил шестой месяц беременности. Отец Игоря после их разговора больше к нам не приходит. С мамой я вижусь только тогда, когда забираю Германа. Психологу идти с ней все еще не хочу. Да и нужен ли этот лишний повод для стресса? Сейчас месяца прошло, кот все еще лысый. Я в ахуе. У нас все хорошо. Я отдыхаю дома, а Игорю поручили еще один строящийся объект. Теперь его зарплата выше. Но сегодня он взял выходной, потому что у нас радостное событие. На втором скрининге нам скажут полмалыша. Кровоток у ребенка хороший, кислорода ему хватает. Нету недостатка, да? То есть тут в этом плане все хорошо. Говорит ли вам полребеночка? Да, конечно. Да? Конечно, да. Хорошо. Ну что я могу сказать? У вас мальчик. Поздравляю, у вас мальчик. Да. Я смотрю, это мой ребенок. Еще и врач говорит, что будет сын. Я хочу провалиться просто сквозь землю отчасти. Ну а какой фронт, блядь? Строителем будет. Я чувствую, что мы настоящая семья. Герман все выходные проводит с нами. Сегодня я его опять отдаю маме. Мы договорились, что я его заберу уже на следующей неделе. Нихуя, в их честь уже памятник сделали. Но уже через час, как я его отвела домой, мне раздался тревожный звонок. Опа, что такое? Что случилось, солнышка моя? Мам, все вздыхает. Я не хочу даже с ней рядом находиться. Она хоть тебя не трогает, надеюсь? Трогает. Чего, где трогает? Да, я все не лечусь. Думаю, вообще ничего вкуснее, только вот и пиво. Я тебя обязательно заберу. Ну нормально, чего? Давай. Герман просто боится маму. Она его постоянно зашугивает. Я очень много стал нервничать. Мне надоело так жить, что постоянно мне тряплят нервы. Германа надо спасать. Поэтому я тут же поехала к маме. О. Короче. Стало. Герман, поедет ко мне. Где он? Который. Вот такая хата просто. Пустая комната, диван, бутылка водки. Жизнь, которую я боюсь. Где Герман? Он копчат. Вот с тобой не поедет. Я спрошу где он. Я тебе говорю еще раз, он с тобой не поедет. Он тупая что ли? Ты умная чересчур, да, стала? Деньги. Хуя, агрессия. Герман. Ты кто такая, чтобы его забирать? Скажи мне. Я его сейчас. Ты кто есть? Ты его рожала? Ты его рожала? Сначала ради своего. Потом пи***. А еще там, блядь, кролл мертвый нахуй в клетке валяется. Что за? Что за хуйня? Нахера ты кролла туда засунула? Клетку бы побольше ему. Я сейчас смотрю ментов вызову, клянусь, и тебя опека заберет у него. Его реально опека заберет. Я тебе сказала, что это окей. Ты че? 120 тысяч. Я за это могу в прямом смысле засудить. Нихуя, мать, смотрите, блогерша, походу. У нее там софтбокс профессиональный стоит, светится. Тиктокерша. Я за это могу в прямом смысле засудить. За что? За то, что она твой телефон взяла? Вебкамщица. Блядь. В прямом смысле. Ты че? Телефон, говорю, отдай. Отстань. Отдас. Она просто реально оконченная. Я никому бы не хотела, даже врагу не пожелала бы иметь такую мать. Мне очень жалко своего младшего брата. Я прекрасно понимаю, что он чувствует сейчас. Потому что я сама все это ощутила на себе. И просто реально хочется его забрать. И все. А куда делся-то? Алло, где братуха, блин? Я переживаю, что пока мама продолжает пить, из-за ее неадекватного поведения, психика Германа может пострадать. Поэтому я решила не терять времени. И пошла к юристу на консультацию. А где он? У меня мать пьющая. У нее прям... Я там это... Клава Кока юрист. В Краснодаре. В зависимости. Вот. Бля, тут они популярны. Клава Кока юрист, блядь. Это, Байобал, Екадзе. Я не знаю, что кто тут еще сейчас будет. С ней проживает мой младший брат, которому 11 лет. Как можно его забрать себе? Смотрите, какая процедура. Вам необходимо будет обратиться в органы опеки и попечительства города Краснодара с заявлением в случае... Чатер, который про его инсту написал, идиот. Его мама каждый день выкладывает фото Игоря в мать... Че? В память о нем это был мой знакомый и хоронил его в закрытом гробу, ибо было прямое попадание. Окей. Если факт подтвердится, что она действительно ненадлежащая, ухаживая за вашим братом, то есть уклоняется от своих прямых родительских обязательств, органы опеки могут инициировать иск о том, чтобы ее ограничить в родительских правах. После того, когда инициируют иск, и она ограничивается в родительских правах, ребенка помещают в специализированное учреждение. И смотрят, кто может забрать ребенка к себе. Вы вправе подать заявление на опеку. У Валерии есть все шансы для того, чтобы забрать к себе своего несовершеннолетнего брата, поскольку он состоит в зарегистрированном браке, у них есть жилье, где проживать, и если факт того, что ее мать действительно склоняется от родительских обязательств подтвердится, тогда ребенок, скорее всего, будет передан ей под опеку. А в последующем она уже имеет право подать на лишение родительских прав свою мать. Я буду ее лишать родительских прав, потому что она не может дать ребенку элементарно поесть. Я его люблю как брата, наверное, младшего. Мне его на самом деле очень жалко. Я не против и даже за оформить опекунство над ним. Так, и что вы думаете? Когда трэш будет? Алло, Игорь, ты должен уже что-то сделать. Я подала заявление в МВД, в отделение ПДН. В течение 10 рабочих дней вы должны рассмотреть, и в течение месяца прийти к ней либо на работу, либо домой и начать проверять ее. Эти выходные мы снова провели вместе. Я боялась, что после скандала мать помешает общению с братом. Но во время ночных смен ей некуда его одевать. Мамочки, все, хватит, 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 говорю. Не раскатывай сильно, я боюсь. Не покажешь. Я вижу, что Герман растет забитым мальчиком. Из-за домашнего обучения ему не хватает... В татухах, типа? ...от общения со сверстниками. Поэтому мне приходится буквально заставлять его... Челу 5 лет, он уже забился. ...кать друзей во дворе. И каждый раз, когда я его отвожу к маме, я понимаю, что эти дни он снова будет в одиночестве. Поэтому я сделаю все, чтобы это скорее закончилось. Я послушал, а говорили, что я скоро буду у нас совсем жить у Леры. Ну-то почему? Иди ко мне сюда. Ты будешь со мной жить? Это мой сын. Я его никому не отдам. Заберу только через мой труп. Блядь, мать на фиспик-то похожа. Такая же емнутая и тупорылая. У нее вообще с мозгами все хорошо? Я говорю, что по этому поводу я ничего, к сожалению, вам не могу ответить. В смысле ты не можешь? Ты ее хоть как-то можешь притормозить, чтобы она не делала глупости? Ты кто? Ей можешь или кто? Хороший уже вот этой *** заниматься. Либо я сделаю так, что тебе плохо будет. Я тебе клянусь. Я сделаю так, что ты ее изнасиловал. Я заставила тебя жениться на ней. Ага. Чего, блядь, заставила жениться? Что нахуй? Хорош, вот я говорю, я сейчас напишу заявление, блядь. Вот если я напишу, пойдет по... А как это заявление будет выглядеть? Он изнасиловал мою дочь, и я его заставила жениться на ней. А? Так что *** будет хуже только вас. Хватит, я и говорю. Пускай успокоится уже, ***. Ну а самое забавное то, что она это все говорит на камеру. Ха-ха. Мы слышим. Ты сказал, что Герман на крысу похож. Вот он крысой и оказался. Месикович, спасибо. Вечером Игорь рассказал мне, что ему звонила моя мать с угрозами. Я не удивлена, но моих планов это не изменит. Она прикалывается, что ли, вообще, какой ее шантажировать. Ну это бред вообще какой-то. Ее разнести или что, я не понимаю, чего она вообще добивается. Она думает, что ей это как-то поможет. Если я решила, то я сделаю. И ни один звонок к этому не повлияет просто никак. На угрозах по телефону она не успокоилась. Сегодня мать выследила нас у магазина. О, какая встреча. Здравствуйте, девушка. Привет. А что мы там мутим, крутим, я не поняла? Что? По поводу Германа. Герман мне сказал, что ты документы какие-то собираешь, чтобы меня лишить родителей справа, что ли? Я хочу, чтобы у Германа нормальное будущее было, чтобы он учился, а не сидел дома. А с чего ты вот начала документы собирать? С какой это стати? Ну, потому что жизнь ты такую ведешь. Какую такую? Безобразную. Я что, алкашка? Под забором валяюсь, по-твоему, или что? Ну, под забором, может, ты не валяешься, хотя я без понятия. Это мой сын, я тебе его не отдам. Это мой брат. И что? Это мой сын, я его родила. Ты делать можешь все, что угодно, но ты его не получишь, я тебе говорю. Не нужно мне козни строить. Зачем? Я же и не строю козни. Хотя могу. Есть возможности. Надеюсь, что ПДН придет и зафиксирует факт опьянения, и заберут у нее Германа. Тебя это ебать не должно. Большие города. Во время беременности я испытываю слишком много стресса. Я очень переживаю, что третий скрининг покажет какие-то отклонения у ребенка. А оператор за ними весь день типа ходил. И а какая встреча с мамой? Ну тогда оператор с ними живет буквально. На данный момент ребенок в соответствующем уроку беременности, даже более того, у него животик немножко больше, чем размер гостей, это говорит о том, что задержки развития плода нет. Я очень рада, что с ребенком все хорошо, что он активно набирает вес, растет. Особенно мне каждый раз на скрининге просто нравится слышать стук в его сердце. Это невероятные эмоции всегда. После скрининга мы заехали за Германом и пошли в один из самых больших зоопарков Краснодара, чтобы отвлечься от всех разборок. Говорят, мы заехали за Германом, и обезьяну показывают здесь. Мой айфон! Нормально живут люди. Эй, здорово. Ой, мамочки, ты смотри, как она вылазит. Ты хочешь, да? Бля, сука. Я смотрю, какая кошка большая. Это не кошка. Я думаю, это кошка. Да, бля. То есть их семейство кошек, но это что-то не... Ты видишь, это птичка? Нет. Что, вы с мамой совсем никуда не ходите, что ли? Нет вообще. Спасибо вам большое, что вас сводили. Смотри, как прыгает. Ты думаешь, голубий есть, нет? Не знаю. Думаю, такая большая, так что да. Я люблю гулять с Германом, люблю проводить с ним время. Да, сука. Он действительно не глупый мальчик, и он действительно много чего может. Просто нужно для этого дать ему семью. Вечером мы возвращаем Германа маме. И я, как всегда, переживаю, в каком состоянии ее увижу на этот раз. Приветики. Здрасте. Привет. О, Герман, иди с Игорем поднимись. Лера пускай останется, поговорить с ним надо. Хорошо. Мне с работы позвонили, сказали, что по ДН приходили. По поводу меня и Германа. Ой, а что случилось? И что, и сразу, да, 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 припустилось, да? Я тебя очень прошу, заявление забери, давай как-то это все мирно решим с тобой. Я предлагаю тебе написать недоверенность, чтобы у меня были такие же права, как у тебя. Чтобы я могла его оформить, чтобы жить он со мной и мог. Так же будешь с ним гулять, соответственно, он в любом случае запрещает вам видеться и так далее. Я не собираюсь. Ну, давай как-то это немножко по-другому решим. Жить он будет со мной. Ну, давай как-то решим, чтобы я с этим совсем завязывала тогда. Я не хочу сына потерять, я тебе еще раз повторяю. Доверенность я могу написать, чтобы право подписи было моего, да, чтобы в школу ты могла его пойти оформить. Смотрите. Блядь, донатер пиздобол. Зашел в ТГ, Игорь живой и ни на каком свой не был. Живут и не грустят, донатер пиздобол ёбаный. Лично хуранил он кого-то. Мать свою похорони. Спасибо, Нанин. Ну, если донатер напиздел, то да, я согласен. Донатер, иди нахуй. Понял? Со своей мамой. Ты говоришь, что не хочешь его потерять, потеряешь ты его в том случае, если я доведу это дело до конца с ПДН, связанное с полицией. Ну, Лер, я хочу все исправить. Так, право СВ его в титрах. Да, блядь! Ну, покажи, что ты можешь без алкоголя и так далее и тому подобное. Хорошо, я покажу, докажу. Раз ты захотела меняться, давай тогда на днях запишу нас к психологу. Хорошо, я согласна. Раз я меняться собралась, я согласна, на все. Я боюсь забирать заявление с ПДН, потому что, ну, ей я точно не могу на слово верить. Ей! Вдруг она мне не напишет эту доверенность. Опять все заново начинать и опять ждать, пока заявление начнет рассматриваться. Это все очень долго, на это просто нет времени. Я понимаю, если я просто вычеркну маму из жизни, то я этим не решу все свои проблемы. Хоть мне это и не нравится, тянуть больше нельзя. Мы должны вместе с мамой пойти к психологу. Посмотрим, что он скажет. Я просто... Ну, это психолог сейчас скажет. Мама, вы знаете, пить плохо. Если будете пить, то это негативно скажется на ребенке. И, возможно, в будущем у него будут проблемы. А, да, серьезно нахуй? Вот это ничего себе. Детство. Никаких драк, ссор, пьянок. То есть хотелось безопасного детства? Да. Готова дать матери шанс? Я давала. Давала? Я просила, чтобы все это закончилось. Ольга, скажите, пожалуйста, насколько вы готовы наводить мосты между собой и дочерью? Все для этого буду делать. А, например? Ок. Ну, не буду пить, не буду... Буду работать, буду стараться. Я вижу такую картину, что мама готова выстраивать с тобой Лера отношения. Ну, ты, Лера, выстраиваешь стену, ты не хочешь, я так понимаю, налаживать контакт. Хотя мама как бы приняла для себя решение, что она готова. А, да, то есть... Она сказала, значит, верим тут же, сразу. И хочет быть частью твоей жизни. Ну, в принципе, вот так она и есть. Лишь лучше поздно, чем никогда. Нет, я не смогу. Ну, так легко психологу наебать. Ты не сможешь, да? Все, не плачь, моя. Иди сюда. Иди. Иди сюда, не плачь, все хорошо. Не надо. Хочешь, не надо? Все. Прости меня, моя маленькая. Хорошо? Все. Моя девочка. Ну, вот хорошо. Я тебе обещаю. Все. Все, успокойся. Все. Все, прости меня. Она никогда не говорила мне о том, что она меня любит. Когда я пыталась к ней подойти и обнять ее, она меня просто отталкивала. Уйди, отстань и тому подобное. Ни один человек бы просто за такое детство не смог бы просить ее. Это глубокая обида. Это травмированный ребенок, который рос в отсутствии безопасности, как физической, так и эмоциональной. За счет проработки, обязательной проработки со специалистом своего травмирующего детского опыта, есть шансы на то, что она стабилизируется эмоционально и сможет дать своему ребенку то, что была сама лишена в свое время. Ладно. Первый совместный поход к психологу не удался. Я ушла с сеанса через 15 минут. Но мама нас догнала. Я приняла для себя решение, я долго думала. Я хочу закодироваться. Я в итоге, блядь, буду бухать, мне нас все насрать. Иди тебе нахер. Герман мой. Закодироваться? Подожди, ты же говорила, что особо не бухаешь. Аж кодироваться решил. Надо пару-тройку тысяч обращать на вещи. Хорошо, без проблем. Я правда. Честно, хочу со всем этим бросить. Я хочу нормального жизни в стиле. Правда. Ну да, в 34 года-то уже пора. Лучше поздно, чем никогда раз так. Ну, главное, чтобы ты не передумала и точно это сделала. Я это сделаю. Ради Германа, в первую очередь. Хорошо. Хорошо. Отличный подарок. Будущему внуку. Какие 34? Ей 34, матери этой. Ну, серьезно, так, по крайней мере, сказали. В этом выпуске. Мне главное увидеть твои действия. Это будет лучше, чем изменения. Давай договоримся. Если реально закодируешься, пойдешь. Реально, вообще. Реально. Вообще, вот прям абсолютно реально закодируешься, пойдешь. Я не буду больше пытаться забрать Германа. Хорошо. Я хочу, чтобы дочь ко мне относилась хорошо. Я дл. Я хочу, чтобы мой сын жил нормально. Не боялся чего-то там. Чтобы ему страшно не было со мной находиться. Я про эту кодировку уже 150 раз слышала. Я верю только поступкам, только действием, реальным действием. А вот это вот то, что на словах, то и дело просит прочь, но оно мне просто не сдалось. Пусть сначала сходят, закодируются, а потом я подумаю, давать ей шанс или нет. Мы заняли деньги маме на кодировку. На кодировку у него, да? Она их действительно потратит решать ей. Я даю последний шанс. Ну вот, вроде пришла за газировкой. Хотелось бы закодироваться. Выпиваю и... А кодироваться это что значит? Я помню, у меня дед бухал. И вроде его кодировать пытались. Это типа какая-то хуйня, которую вшивают в тело тебе, какая-то капсула. И если ты выпил, то она, эта капсула, что-то там с ней происходит, она раскрывается и тебе пиздец, короче. Тебя там, блядь, что-то там, не знаю, тебя трясти начинает. Вот, тебя там скрючивает жестко. И ты такой, бля, нахуй я бухнул. И потом тебе страшно становится бухать. Ну, по крайней мере, раньше так было. Сходить начинаю. Как долго вы злоупотребляете алкоголем? Ну, даже не могу сказать. То есть эти случаи у вас систематические, да, и потом просто вам не нравится ваше поведение. Вот скажите мне, пожалуйста, готовы вы? Готовы. То есть вы настроены? Я настроена. На новую жизнь. У меня сын растет, да. Прекрасно. Бля, надо Илюхе такое посоветовать. Жарко. А то как в ТГ его не зайду, он пьяный, блядь, кружочки записывает. Как на это вам, чувствую, не нервничаю, не переживайте, да, это надо. А что это будет-то? Вот ей укол сделали, что все, у нее пропадет желание выпивать, и все, это так работает? Лерчик, привет. Привет. Ну все, я закодировалась. Что это такое? Стою на путь исправления. А что будет-то? Молодец. Все, сделай. Что дало ей это? Дали уколчик, все хорошо. Я действительно принятно удивлена. Я ж тебе сказала, я сделаю. Дай бог, что вы, ты не червалась? Не, ты что? Хорошо. Там такие последствия, Лер, страшно, не это, что? Летального исхода я явно не хочу. У меня мелкий растет, куда мне? Так что все. То есть если она теперь выпьет, она сдохнет? Это так работает кодировка, блядь, ничего себе. Все нормально, все будет хорошо. Это действительно удивительно, что она реально пошла закодировалась. Но в любом случае нужно помнить, что это только на определенное время. И то есть посмотрим, не запьет ли она снова через год, когда все это уже пройдет. Я пойду, баиньки. Сегодня нужно лечь пораньше, плачут. После кодировки мамы прошло две недели. Чтобы проверить, не обманула ли она, я решила приехать к ней без предупреждения и посмотреть, в каком она состоянии. Может, ты кушать хочешь? Нет, спасибо. Как ты себя чувствуешь? Более-менее отеки сильные только. Не ожидала, что действительно пойдешь и закодируешься, что ты это сделаешь. Ну, это ради Германа. И ради тебя тоже. Ну, да ладно. Я вас люблю, Лера, как будто бы не было. Вы мои дети. Вы самое единственное родное, что у меня есть в этой жизни. Ну, я горжусь, молодец. Действительно, молодец. Я все-таки решила пробовать дать еще раз шанс ради Германа. И забрать заявление из ПДН. Хотя сомнения просто огромные на ее счет. И если она опять начнет вести такой образ жизни аморальный, то адвокат не сказала, что я смогу снова запустить этот процесс. Я просто пойду снова напишу заявление на нее. Но уже пойду в суд. Но мама все же сделала первый шаг. Поэтому я решила, что мы продолжим совместную терапию с психологом. Надеюсь, ей это будет... Опять этот психолог? Да и в первую очередь, это нужно мне. Я не хочу, чтобы мои психологические травмы повлияли на моего будущего ребенка, который появится уже совсем скоро. Я ничего не утверждаю. Котя. 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 Котя, пиздуй на завод. Скорую надо вызвать. Упаши. У меня, походу, в воду отошли. Все, поздно. Прямо реально вытекает. И живот просто падает, будто... Мы вызвали скорую и меня отвезли в больницу. Врачи сказали, что несмотря на то, что идет восьмой месяц беременности, пора рожать. Нужно экстренно делать кесарево сечение. Потому что у меня выявили острую гипоксию плода. То есть кислородное голодание малыша. Я волнуюсь. Неужели изо всех семейных предел... Да, все эти топ-таблетки, уколы, кодирующие, это все психологическая хуйня, сдерживающая просто... Но на самом деле ничего не будет, вы хуяйте, не переживайте. Ты что такие советы даешь, Бакус? Ты что, дебил? Ой, блядь, сейчас начнется. Мой ребенок родится с патологиями. На самом деле это прям действительно очень страшно оказалось, когда меня повезли в операционную, меня трясло. Так, давайте этот момент вы как-то... Паника, именно паника, а понятие отзывания того, что сейчас тебя будут резать. Вот, стремная, это была паника. Но успокаиваешься от тем, что ты вот увидишь своего малыша, и это самое крутое. Блядь. Он занялся замечательный малыш. Розово, посмотрите, мам. Когда я удивил Ром, это, я не знаю, это реально непередаваемые эмоции, просто такой маленький... Так, давай, давай, напись, не показывай. Просто видишь, понимаешь, что все, это все, 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 все. Вот ты его проносила столько месяцев, и теперь ты наконец-то можешь его обнять, поцеловать. Это реально круто. Ребеночек появился на свет недоношенным, поэтому переведен в анеонатологическую службу для также стабилизации, восстановления, набора, скажем так, веса и дальнейшего объединения с мамой. Что-то резко она выплюнула. Тихо, тише. Здравствуйте, Валерия Игоревна, как вы? Ну, чуть-чуть тяжеловато. Как самочувствие? Тяжеловато? Держите, ребеночка. Мамочка, даю подарок. Все, вот, Квечка. Все, все, хорошо. Так, сиську только, сегодня надо вставать. А, блядь. Мне очень тяжело ходить. Я очень медленно хожу. Мне больно вставать с кровати. А, ты думала? Больно переворачиваться. Шов часто тянет. Я хочу сказать, что женщины, ну, это реально просто герои. Мы с Ромой находимся в больнице. Врачи еще выхаживают малыша и следят за набором его веса. Пока я показываю Игорю сына только по видеосвязи. Но мне уже не терпится увидеть, как он впервые возьмет его на руки. Герой в чате. Нихуя. Спустя две недели врачи сказали, что серьезных угроз здоровью малыша нет. Поэтому нас с сыном наконец-то сегодня выписывают. Нихуя. Я взял Рома на руки. Это... Это так страшно. Охуеть. Взял сына на руки, блядь, первая реакция. Это страшно. Он такой маленький, хрупкий, беззащитный. Это очень страшно. Не трясись. Я... Я боюсь. Передавай к этому и сыну. И сын. Ты представь, каково сыну будет. Я решила, что на выписку лучше никого не будем звать. Рома и так родился невыношенным и слабеньким. Тем более, мало ли там, кто чем переболел. Весь папа, блядь, сейчас действительно очень зациклено на нас, как и Рома. Да и что папа нам тут устроит. Почти бы, котенька. Нихуя себе, шарик. Ты зарастись. Если шарик сейчас лопнет случайно, ебало сына представили. Ему, блядь, один день, а тут шар просто, пуф, блядь, взрывается. Ну, сына, готовься, блядь, шо. Нет, это ты уже, давай. Я боюсь. У сына травма, блядь, на всю жизнь потом от этих шариков. У меня такая хуйня. Я помню, в автобусе ехал. Сидит какая-то мелкая хрень, в руке шарик держит. О, как взорвется. Я так обосрался. А мне на тот момент было, я не знаю, сколько лет. Мало. Все, с тех пор я боюсь эти шары, блядь. Когда я вижу где-то шар, все, у меня сразу, типа, ну, ощущение, что он сейчас взорвется. Я боюсь, я его стороной обхожу. Я постоянно так смотрю, чтобы он нам не взорвался, блядь. Я в ожидании этого момента. У меня тряска начинается. Все, у меня триггер срабатывает. Пока мы с Игорем только делаем первые шаги к тому, чтобы быть хорошими родителями. Несмотря на большую загрузность на работе, Игорь мне очень помогает с Ромкой. Встает ночами, убаюкивает малыша. А где розыгрыш шекелей? Ты же говорил в ноль часов. Ну так я че, я мало че сказал. Видишь, мы смотрим. Ой, ой. Услез, наверное. Тихо, ой. А почему он так? Ой. Ну, как ты его так одел? Не надо его надевать, одевать, блядь. Думаешь, темноте лучше сделаешь? Да, в этом-то и дело. Папа не научился нам еще памперс менять, да? Не научился. Я смотрю. Ничего, щас мы его научим. А-а-а! А-а-а! Какой блюр там хуй торчал? Сука, блядь, они еще и криво блюр делают там, блядь. Пиздец, хорошо, что экран выглядит там чисто, блядь. Ты же знаешь, что выводился. Давай скорее не сей. И это еще оказывается недоношенный, ничо себе, блядь. Ругаешься. Какой втг вы ебанутый. Мы работаем над этим. Читаю в интернете, спрашиваю у мамы, ну, когда-нибудь научимся. Все, хвалит, блядь. Здоровье Ромы меня все еще беспокоит. Проходим обследование. Сейчас опять голубь, сейчас, сейчас. У нас малыш неизначно родился на месяц раньше положенного. Я не буду втг дичу, блядь, скидывай. И у нас здесь переживание по поводу его здоровья. А смотрим лялечку? Да? Прекрасно. Идем. Лялечка, блядь. А, господи, опять голый. Да, еб твою мать. Прекрасно. Терпим все нормально будет. Обратите внимание на сосудистые скидки. Блядь, жопа теперь. Да ну хр. Мы в любом случае со всем справимся, благодаря тому, что мы любим друг друга. Все? Да блядь. Да блядь. Мой правнучек. Ой, мой правнучек. Да золотой же ты мой котик. Блядь, серебряный. Ты точно похож на папу. Ой, мой родненький. Как я рада тебя видеть. Мой же золотой ты котичек. Родненький. Хочешь подержать? Да, хочу я подержать. Все мой золотой. Вот я золотой. Ты мой сплетненький. Мой золотой такой ребеночек. Хорошо, что ты приехал, родненький мой. Да, приезжай почаще. Это очень приятно как матери. Где бабуля раньше была? Смотрите, что действительно его все любят, его все очень ждали. Игорь также рассказал о рождении сына своему отцу. Но вы что вообще, блядь? Я бы не хотела показывать ему Рому. Но понимаю, что для Игоря это важно, что он хочет общаться с папой. И ради мужа я готова перебарывать свою неприязнь к Валерию Юрьевичу. Влог. Мне надо не на руну, да? Черт, 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 черт. Зайка. Да, ромочки. Он хотел бы извиниться перед тобой за свое поведение нехорошее. Честно тебе хочу сказать, блин, я изменюсь как дед, потому что ты кема ноклина с маленьким, блин. Я вас всю беременность, как Игорь, всю свою жизнь просили просто не пить. Вот и все. В жизни главная семья и дети. Ну, теперь семья есть, переводим по-другому немножко. Можно подержать? Нет, держать нет. Нет, на руки не дам. Он пока еще сильно маленький, не контактируем пока ни с кем. Я сейчас очень зациклена на здоровье Ромы и вообще кого-либо боюсь подпускать к нему. Особенно, блин, отца Игоря, от которого постоянно дурно пахнет и так далее. Я готов измениться, поменяться для того, чтобы общаться и с Лерочкой, и с внуком. Потому что это продолжение нашего рода. Ну, короче, как я и говорил. Надеюсь, минут станет тем. Теперь беременна в 16 уже не такая кринжовая или трэшовая. И, скорее всего, теперь все выпуски беременна в 16 будут примерно такими. Они, наоборот, теперь будут показывать, что надо рожать в 17. Хэппи энд тут. Это путинская повестка про повышение рождаемости. Что, мол, даже в 16 все будет хорошо. Мы все знаем. Нас не промоешь. Вот именно. А то вдруг беременна в 16. Теперь называется мама в 16. Че это мама-то, блядь, а не беременна? Ради кого папа Игоря перестанет пить и начнет... А то тут вдруг неожиданно и семья исправилась, и батя бросил, и мать бросила пить. И муж Игоря такой весь хороший. Все предыдущие выпуски было по-другому, блядь. А тут... Ну, ничего, еще следующий посмотрим. Если опять такая хуйня будет, то пошли вы нахуй тогда. С такими выпусками. И тогда я смогу его простить. Как простила свою маму. Хочу пробовать подержать? Конечно, хочу. Так, давайте припаркуемся где-нибудь. Давай. Ой. Голос не убежит. Свет, свет, глаза. Хест, а что плохого в том, чтобы рождались дети? Ты ведь не русофоб. Ну, это плохо... Плохо, когда это происходит в слишком раннем возрасте. Это плохо. Понимаешь? Типа, это поломанная жизнь. Здесь, естественно, этого не покажут теперь уже. Будут показывать, что это счастье, это хорошо. И когда девочка поссорит, скажет, бля, ну да, я так же хочу. А там на! А оказывается, все совсем иначе. Реальность, она другая, она жесткая. Понимаешь? Хест, а в чем проблема быть русофобом? Ты же не ребенок. Ну, нос однозначно мамин. Да вы шо, ебанутная, блядь. Глазки папины. Остановитесь. Я очень жалею о том, что раньше творила, что происходило, что я детям внимания не уделяла, что Лере много не додала. Взяла себя в руки, наконец-таки. Додала. Подожди, у нее на майке написано Чикаго, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Чикаго. Или мне кажется, блядь. Что Лере много не додала? Взяла себя в руки, наконец-таки. Я хочу, чтобы мои дети жили хорошо, чтобы на меня ни на обиду ни за что не держали. Мама сейчас исправилась и ведет себя очень хорошо. Последний раз я даже не помню, когда она пела. То есть это было очень давно. Неужели спустя столько времени моя жизнь стала налаживаться? Мама держится, не пьет. Германа мы оформили в школу. Наконец-то он будет общаться со сверстниками и учиться. Я тоже хочу получить образование. И всерьез собираюсь готовиться к поступлению в технику. Как все идеально, ничего себе. Блядь. Я очень рада появлению Ромы. Это огромное счастье. Но нужно понимать, уверены ли вы в своем молодом человеке в твердой опоре, потому что и Деда Мороза не существует, детей приносят не аист. Приносят не аист. В твердой опоре, потому что и Деда Мороза... Что? Уверены ли вы в своем молодом человеке в твердой опоре, потому что и Деда Мороза не существует... Как не существует? Ты чё, блядь, такое говоришь-то? Тотей приносят не аист. В смысле, а кто? Чё за бред? Хуйню несёт какую-то? А у тебя очередная пропаганда, блядь. Ну а где-то инфа про то, что его забрали куда-то. Донатер, ты всё же оказался пиздоболом. Ясно, нас обманули. Скам. У него в инсте истории он вполне жив. Да я говорю, донатер, тварь. Кинул нас, обманул. Да, да. Короче, ждём следующий выпуск. Из следующего выпуска будем уже делать выводы. Это теперь уже пропаганда или же нет? А в США, а в США, а в США, а в США. Тут есть человечная ютая саша. А в США, а в США, а в США.